Крылья Советов уступили Спартаку в матче второго тура российского чемпионата. При этом, если говорить о персоналях, об отдельных футболистах, то сейчас активнее всего обсуждают именно игрока самарской команды, Сергея Пеняева. С вами снова Константин Калуцкий, и я предлагаю вам узнать мнение иностранных фанатов об этом игроке, а также о его выступлении в матче Крылья Советов Спартак. Напомню, что Пеняев появился на поле ближе к концу встречи, у него было около 20 минут на то, чтобы показать себя, и в принципе он это сделал. Показал товар лицом, показал технику, скорость, и в общем-то Айртону, защитнику Спартака, здесь пришлось очень не сладко. Пеняев раз за разом обострял ситуацию на позиции Айртона, проходил его на технике и создавал опасные моменты. И вот на сайте inoprosport.ru появились самые интересные комментарии зарубежных фанатов об игре Сергея Пеняева. Ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва мне хотелось бы рассказать о спонсоре данного выпуска. Это каперское бюро BestCapper. Футбольные прогнозы от опытных аналитиков. Опыт в ставках с 1999 года. Ну и постоянным клиентам оплата после выигрышей. BestCapper, проходите по ссылке в описании. Знакомьтесь! Эндю Ми Влинт написал. Пеняев смотрелся блестяще. Он играл очень уверенно. И, как мне кажется, талант у него действительно присутствует. Этот парень в большом порядке. Ну что ж, будем надеяться, что этот талант будет развиваться. И что 16-летний Пеняев не остановится в развитии, как многие перспективные футболисты в нашем российском чемпионате. А то вы сами знаете, сколько было таких русских Месси, вроде Давыдова. Сколько было суперталантов типа Джану Анонидзе. Но дальше что-то вот с ними происходило постоянно. Ксен Сильвейра написал. Один из самых долгожданных моментов в российском футболе. Дебютирует Сергей Пеняев. Талантливый мальчик из системы Чертанова, чьи голы в юном возрасте стали вирусными из-за его невероятного таланта. Ну, вирусными это, очевидно, намек на вирусность в плане интернета, что это вирусные видео с его забитыми мячами. Ну, не знаю, насколько они распространены и сколько людей смотрит голы Пеняева, но очевидно, что за ним следят в том числе за рубежом. Леандро АБМ написал. Настоящий бариант. У него блестящее будущее. Тунья. В РПЛ дебютировал суперталант Сергей Пеняев. 2004 года рождения. Это было впечатляюще. Хоть он и сыграл всего 15 минут. Ну, время он получил маленькое в конце встречи, но использовал его с умом и показал себя. Восток1980 написал. Нервы Айртона были на пределе. Ну, Айртону, как я сказал, пришлось нелегко. С другой стороны, в какой-то момент бразилец все-таки смог адаптироваться под Пеняева и смог заблокировать его опасный прорыв. Микки Бой. Вот за кем определенно стоит проследить в новом сезоне РПЛ. Ну, знаете, хочется немножко порадоваться тому, что молодые перспективные ребята начали появляться в нашем футболе. Пеняев, Захарян. Возможно, это будущее нашего чемпионата и нашей сборной. Вивьен Пейдзен написал. Дебют в 16 лет. Настоящий талант чертановской школы. Дэйн Охэр написал. Вау, да он не боится обыгрывать один в один. Ну, техника это одно из сильных мест Сергея Пеняева. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну, и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.